Кто ты такой? Человек. Честный, малый, бедный, как король. Если ты так же беден в ряду поданных, как он, среди королей, то ты действительно беден. Чего же ты хочешь? Служить тебе. Но если ты мне не разонравишься после обеда, я не расстанусь с тобой. Вот тебе за труды. Я тоже найму его. А, здравствуй, мой хороший. Как поживаешь? Взял бы ты лучше мой колпак. А зачем он мне? А за тем, что ты валяешь дурака, вступая из-за того, кто в немилости. Видишь, этот чудак двух своих дочерей прогнал, а третью благословил против своей воли. Служить ему можно только в дурацком колпаке. Берегись с канальем, видишь плетку. Правду, всегда гонят из дома, как сторожевого пса на улицу. А лезть, как леди сука, греется у камина и воняет. Камень в мой огон. Злой дурак. А ты знаешь разницу между злым дураком и добрым? Нет, дружок. Научи меня. Тот, кто решился по кускам страну свою раздать, тот приобщился к дуракам, он будет мне подстать. Мы станем с ним рука к руке. Два круглых дурака. Один в дурацком колпаке, другой без колпака. Ты зовешь меня дураком, дурочек? Остальные титулы ты роздал, а это природный. А он не окончательно дурак не может. Для дураков печальный день. Все умники страны мозги надели на бекрень и стали мне равны. С каких это пор ты так распелся? С тех самых, как ты сделал своих дочек своими маменьками, дал им в руки розги, а с себя спустил штанишки. Они заплакали от счастья, а я запел с тоски, узнав, что мой король без власти играет в дураки. Найми мне, дяденька, учитель. Я хочу научиться врать. Если ты будешь врать, я тебя выпарю. Как странно, твои дочери грозятся выпарать меня за то, что я говорю правду ты за то, что ложь, а иногда меня бьют за то, что я отмалчиваюсь. Лучше быть чем угодно, только не шутом. И однако я не хотел быть бы тобой, дяденька. Ты обгрыз свой ум с обеих сторон и ничего не оставил в середке. Вон идет один из твоих обгрызков.